Есть гранат по Горловке, обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов, сообщили в ДНР. В республике также заявили о перехвате двух ракет Точка-У. Они не сработали. Пострадавших нет, повреждены жилые дома. Другие подробные сообщения, глава ДНР Денис Пушинский. Ютуб-канал Соловьев Лайв на волнах нашей радиоактивной. Такое впечатление, что они использовали свои запасы и сегодня удалось избить его. Потому что оно летело предварительно по территории Российской Федерации. В районе Амросевки удалось сбить нашими подразделениями противовоздушной обороны. Но попадание тоже не сработало, судя по всему. Потому что это же сейчас советское вооружение. Причем еще годы выпуска до 90-х годов. Поэтому да, не срабатывает. Опять у них продолжается охота на нашу нефтебазу в Кировском районе. Уже вспомните, сколько беспилотников мы с вами тоже неоднократно обсуждали. И вот сейчас точка У, то есть упала прямо перед забором нефтебазы. Но, конечно, там уже мы и топливо сейчас практически все вывезли. Но то, что мы видим, что они не останавливаются, не величайно. Ну, смотрим. Ну, в целом, у населения, у наших людей, у нас у всех, я вам скажу, очень радостное настроение. Несмотря на все вот то, что происходит сейчас. Мы понимаем, что этому приходит конец. Этой всей ненависти, этой войне. Это Денис Пушилин в эфире YouTube-канала Соловьев Live. Банк России сделала заявление в связи с санкциями. ЦБ располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Карты банковские всех банков на территории России также продолжают работать нормально. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает система передачи финансовых сообщений Банка России. Центробанк до 30 июня приостанавливает действия ограничения на полную стоимость потребительского кредита. Это связано с нынешней нестабильностью на финансовом рынке. Что это означает для банков и их клиентов, выяснил Борис Бейлин. Полная стоимость потребительского кредита – это, по сути, реальная процентная ставка, под которую берется заем. Она учитывает все комиссии и дополнительные платежи, которые клиент должен вернуть банку. Такая полная стоимость обязательно указывается на первой странице кредитного договора. В свою очередь, ЦБ устанавливает предельные ставки. Они не могут более чем на треть превышать уровень, который определяют каждый. Ты, Марат, я прошу, мы играем на большом международном фестивале. Просто прошу, дорогой, выучите этих датам. Он всегда надо от этого должного, он всегда обещал. Всегда я вот все сделаю, все сделаю, все сделаю. И я даже скажу тебе, я начал новый спектакль репетировать. И я назначил его в двух составах, опять в системе Живания и Мамонова, на главную роль. И мы провели две репетиции, и как бы ничего не предвещало этой глупости. Но я уже глупость знаю, я уже не первый раз получаю от него безумие, понимаешь? А вот скажи мне, да, я уже хочу как бы перевернуть эту страницу, что ли? Все, давай, давай. Да, ну, скажи, стараюсь, дорогая. Подожди, подожди секундочку. Во-первых, во-первых, это моя передача. Все, прости. Ты ни слова больше. Мой вопрос к тебе связан, как раз опять с этим чертово поделебошаровым. Вот видишь, как ты сказал, что закончила. Я просто нахожу на другую важную тему выйти. Вот это политическая позиция, моральный облик. Насколько для тебя это имеет значение как в работе? Возможно ли отделить как бы талант и типаж, которые тебе необходимы по работе, от его каких-нибудь, ну, не знаю, убеждений, поступков неблаговидных, про которые ты знаешь, или про его убеждения? Насколько тебе это важно? Вот я когда понимаю, что артист, вот по-человечески, вот это очень важно, не по убеждениям, а по-человечески, делает нечто, что противоречит, ну, скажем так, высоким словом, идеологии театра, что противоречит просто смыслу занятия театром, который должен человеку помогать жить. Не мешать, не провоцировать, а помогать. Человек приходит в театр, чтобы, извините, проанализировать, понять, почувствовать некие ситуации в своей жизни и каким-то образом соотнести их со сценой. Ну, вот там, я уже, пример, не раз приводил, там зубы болят, зубной болит клинику, рука болит в хирургу, а душа болит в театре. Можно в храм, конечно, но и в театре. И так же, как хочется всегда, чтобы в храме было свято, чисто, и чтобы наши служители культа не разъезжали. Все это не бывает, такого нет. Ну, вот видишь, ты говоришь, не бывает, но так же в театре это очень тяжело. Конечно же, я же, у меня как трупы формируются. Это либо мои давние-давние друзья, в которых я совершенно уверен и убежден. Это Таня Васильева, на которую ты сейчас похожа. Это Ира Чехалферова. Это Санаева. Ирина Вселдна, на которой я просто, ну как, вот бьюсь уже 15 лет. Министру пишу, всем пишу, всех прошу. Она не может звание получить. Я не понимаю, почему. Вот тут я готов в город вгрызаться, и я и так делаю всякие провокационные, не буду сейчас это называть, совершаю поступки. Но для меня очень важно, что эти люди должны быть, ну, человеками. Что касается идеологии, о которой ты спрашиваешь, и что касается каких-то разделений взглядов, то я и сам, как ты знаешь, я иногда хожу, правда, в последнее время перестал совсем. Но я не раз ходил на передачи, даже не буду этого имени произносить. Ты меня увлечала в этом. И я считал, что я там могу прогречать что-то, что-то, о чем я думаю. Я считал, что человек, и считаю сейчас, что мои студенты в днице, и мои артисты в театре, они не права думать, как хотят. Я могу с ними за чашкой спиртного или не спиртного, бывает и так, отмечай в банкете, я могу с ними поспорить, доказать, привести аргументы, но наказывать их за это, вот это я к вопросу обошару, это, ну, это, извини, анти, не просто гуманно, это антилиберально. Ну, постой, а с Гордоном ты расстался? Это же было расставание, как я понимаю, все-таки... Я тебе скажу, почему. Я могу тебе рассказать. Ты знаешь, я тебе расскажу с Гордоном. Это замечательный вопрос. И я тебе постараюсь выдать замечательный ответ. Гордон много лет работал артистом в школе современной пьесы. Гордон много лет играл очень хорошо. Он очень интересный артист. Он играл очень хорошо, и он ставил очень хорошо. А дальше мы с Гордоном отдыхали летом в Одессе. Это было уже много лет тому назад. Это был, я думаю, 15-й приблизительно год. Все уже в Украине случилось, все, что случилось. Мы отдыхали с ним в Одессе. Мы плавали на яхте. И на яхте с нами были какие-то известные в Одессе люди, среди них были политики, еще чего-то. И Гордон, человеку, который сильно влиял на жизнь Одессы, так выпив, приставал с просьбой повесить мемориальную доску его дяде, который был известным поэтом, дать кусочек земли, чтобы он поставил себе, извините, дачку или что-то такое на берегу Черного моря. И тот сказал, конечно, мы вас так уважаем, вы наш город пославляете, конечно. И стал помогать. А буквально через два месяца, встретившись в прямом эфире, я не помню, первого или второго канала, с Гордоном, я услышал, как он этого человека несет, причем несет так, что человек за это время ничего плохого не сделал. Ни плохого, ни хорошего, это не важно, не оценив. И я ему в прямом эфире сказал, Саша, это по-человечески непорядочно, это по-человечески безобразно, это по-человечески не... Ну, вот как бы мы не поступну, как бы мы не были идеологизированы, но все-таки каждый человек, он знает, что такое совесть, что такое предательство, что такое неуважение другого, тем более, если человек тебе делал добро. Я ему это сказал в прямом эфире. Он очень обиделся, и до сих пор, живут много лет, он не работает, он ушел из театра, я его не уважал, он ушел сам. И мне жаль, потому что артист, он замечательный, некоторые спектакли сегодня идут намного хуже, чем Шири, когда в них играл Гордон. Но для меня, безусловно, есть человеческие проявления, которые выше, ну, знаешь как, каждый выбирает для себя, вот как себя вести, как жить в этой ситуации. Ну, сейчас-то все эти пограничные линии, они проходят уже просто через сердце каждого человека. Да, да. И я возвращаюсь, как бы, к обстоятельствам, в которых мы с тобой находимся, на фоне которых мы разговариваем, да, думаю, что все-таки сейчас речь идет не о политической позиции и не об идеологии, а вопрос, ты за войну или ты против войны. И сегодня, мне кажется, это гораздо важнее. Впрочем, это было всегда, да? Ну, я даже не спрашиваю у тебя, как у человека, который корнями просто происходит из той земли, что ты вряд ли мог бы сказать спасибо, Владимир Владимирович, в отличие там от тупого артиста Башарова. Я могу тебе сказать очень просто по этому поводу. Я считаю, что ни один нормальный человек в мире, нормальный, непсихически сдвинул, не может сказать, хочу, чтобы была война. Тем более человек не может сказать, если это касается... Для меня Москва – родина, для меня Одесса – родина, для меня там на Одесском кладбище лежат мои бабушка и дедушка, а другие бабушка и дедушка погибли в Ашелоне, которые везли мои 15-летние мамы. И вот это все. Я сейчас буду рассказывать, как мой папа расписался. Это все вместе для меня... Вот все вместе для меня ужас. Вот все вместе. Слово «вина» сегодня не употребляет, но для меня то, что моя родная Одесса, и Киев, который для меня... Вот я там мать городов, не мать городов, но роднейший. Я каждое лето на машине заезжаю в Киев, ужинаю, и еду утром, и еду утром, и еду утром в Алицу. Поэтому слово «война», а тем более «война»... У меня украинский язык второй, родной. Я на последней передаче своей байки я читал Тараса Горьковича Шевченко. Я готов, вот если с этой минуты я до конца передачи буду читать тебе «Лысу Украинку» или «Буду читать Ивана Франкова». Да, давай мы на этом остановимся. Я сейчас просто тебе скажу про это отдельно. В начале следующей части нашей передачи. 14.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Миноборона Украины утверждает, что за последние 4 дня потери России в живой силе составили 4300 человек. Россия также потеряла 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 бронемашин. Российская Минобороны данных о погибших, раненых и потерях боевой техники не публикует. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил официальный иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Зеленский требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцид для оправдания агрессии. В своем твиттере Зеленский пишет, что Киев просит суд назначить слушание уже на следующей неделе и немедленно приказать России прекратить военные действия. Одновременно Зеленский просит Бернат организовать в Женеве мирную конференцию по Украине. Как передает Ри, швейцарский МИД эти сообщения не комментирует. Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свое посредничество на переговорах между Россией и Украиной. В Анкаре это объясняют тем, что Турция поддерживает крепкие отношения с обеими странами. Правительство Испании не исключает высылки российского посла Юрия Кочергина из-за ситуации на Украине. Глава МИД Королевства Хосе Манаэль Альбарес в интервью газете в Уангарде не исключил никаких мер с тем, чтобы вернуть Россию к диалогу с Киевом. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предлагает странам Семерки ввести лимиты на покупку нефти и газа из России. Выступая в эфире телеканала Sky News, она сказала, что это может стать одним из путей сокращения в зависимости Европы от поставок российских энергоносителей. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил разместить на территории страны ядерное оружие, если это сделают Польша или Литва. По словам Лукашенко, он говорил об этом накануне с президентом Франции Мануэлем Макроном. Лукашенко сказал, что в любой момент может обратиться по этому вопросу к Владимиру Путину. Рижский хоккейный клуб «Динамо» покидает континентальную хоккейную лигу. Как сообщает пресс-служба Латвийского клуба, решение связано с ситуацией в Украине. В Москве сейчас около нуля. Ближайшей ночью до 4 градусов ниже нуля. Завтра днем 0-1 без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» напоминает, что любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса. Реклама. Приглашаем в арт-галерею современной...